Сегодня у нас в гостях директор музея-заповедника Горки-Ленинский Алиса Бирюкова. И мы поговорим о предстоящих мероприятиях на территории учреждения. Здравствуйте, Алиса Михайловна. Здравствуйте. Насколько я знаю, вы в августе возглавили музей-заповедник. Освоились ли и каковы ваши планы по дальнейшему развитию музея? Да, конечно, освоилась. И уже в такой очень активной деятельности со всей командой музея. Очень полюбила это место. Оно действительно удивительное, потому что в нем, как в капле воды, отражается вся история нашей страны. Со всеми противоречиями, неожиданными сочетаниями. От вятичей до вождя мирового пролетариата. И, собственно, наша задача – все это достойно, грамотно и интересно репрезентовать в выставочной деятельности музея, актуализировав ее в событийной линейке наших мероприятий. И создать тот актуальный, интересный образ музея, который должен у него появиться в 21 веке. Потому что оказывается, что не все наши посетители представляют себе изначально этот музей таковым, какой он есть на самом деле. Наша задача, конечно, максимально интересна о нем рассказать, раскрыв все его особенности, все его уникальные черты. До Нового года остается еще месяц. А какие мероприятия ждут гостей музея-заповедника в ближайший месяц? Мы пока не говорим о новогодних праздниках. Да, у нас сейчас очень большая линейка мероприятий. Мы активизировали работу в части событийной составляющей, потому что музей обладает, собственно, всеми необходимыми площадками для этого. У нас есть замечательный киноконцертный зал на 250 мест. Мы его сейчас в короткий срок подремонтировали, привели его в порядок. И с 19 ноября запустили там такую активную концертную деятельность. Наша задача заключается в том, чтобы каждую неделю в музее происходили какие-то интересные события, на которые люди понимали бы, что, приехав в музей или придя в музей в выходные, всегда можно попасть на какую-то интересную событийную историю. Мы сейчас сотрудничаем плотно с фондом «Новые имена», президентом которого является Денис Леонидович Мацуев, наш друг и партнер. И стипендиаты фонда уже дали несколько замечательных концертов в горках ленинских. Вот на прошлой неделе у нас было выступление известного пианиста Алексея Сканави с замечательной певицей. В ближайшие выходные всех приглашаю, наших телезрителей, потому что у нас открывается новый цикл событийный, поэтический цикл в горках, где будут происходить встречи с известными современными поэтами. И открывает этот цикл 3 декабря в 16.00 в нашем Южном Флингеле. Замечательный современный поэт, победитель турнира поэтов в Красной площади, Мария Ватутина. Всех приглашаю на этот вечер. И в воскресенье в 18.00 у нас пройдет тоже замечательный концерт. Такая музыкально-литературная спектакль, в котором ведущие роли исполнят известный пианист Алексей Сканави, известная актриса Елена Захарова и будет звучать поэзия Серебряного века. Поэтому всех ждем в гости. И линейка этих мероприятий достаточно насыщена до самого Нового года. 10 декабря будет очень интересный концерт проекта «Поколение звезд», где выступят Ксения Башмет и Арсений Тарасевич. Это тоже сейчас такая восходящая звезда русской пианистической школы. Один из лауреатов первого международного конкурса Рахманиновского, который прогремел этим летом на всю страну. И 17 декабря всех приглашаем на Новый год в стиле джаз, где у нас тоже будут известные хорошие джазовые солисты. Поэтому линейка событий очень и очень велика. А дальше мы, конечно, уже вступаем в новогоднюю пору и тоже подготовили для этого целую развернутую программу. Так, а что же гостей города Ленинских ждет в Новый год и в новогодние каникулы? Ну, учитывая, конечно, что этот год для всех очень сложный, и сложный для страны, и сложный для многих наших семей, мы решили, что надо дать возможность людям провести время просто вместе, семьями, и придумали в Горках такой семейный фестиваль «Елка в Горках», который пройдет в период со 2 по 7 января, и будет очень большое количество всяких интересных мероприятий для детей, квестовых программ, мастер-классов, причем таких очень действительно любопытных, например, мастер-класс по театру теней, когда дети фактически будут создавать спектакли, показывать его потом своим родителям, там разнообразные квесты по территории музея, очень насыщенная программа каждый день в эти дни, плюс линейка мероприятий для родителей, мы ее тоже выделяем отдельно, сейчас выпустили такой специальный буклет, в котором будет вся подробная информация, конечно, мы уделяем внимание мероприятиям, которые делаем на благотворительной практически основе, на бесплатной основе, 24 декабря у нас пройдет такая благотворительная елка для детей из семей, участников специальной военной операции, мы посчитали своим долгом сделать такое событие, подарок этим семьям, ну и вообще, конечно, приглашаю всех жителей на наши мероприятия «Новогодние елки», они традиционно проходят на очень хорошем уровне в музее, и в этом году мы тоже проводим много новогодних елок, 24 декабря две новогодние елки, 5 января тоже пройдет несколько новогодних елок, разные спектакли и на разный вкус, поэтому приглашаю всех все-таки почувствовать вкус праздника, потому что это праздник, конечно, объединяющий, семейный, и нам очень хотелось бы, чтобы он именно так почувствовался для всех горках ленинских. Мы, конечно, сейчас готовим традиционную лыжню в горках, и в этом году у нас будет новшество, потому что мы впервые запускаем лыжный прокат на территории, то есть можно будет не приезжать со своими лыжами, а взять их на прокат в самом музее, и спокойно покататься по лыжне, которая действительно пользуется большим спросом, нам уже идут звонки о том, будет ли лыжня в этом году, вот, соответственно, заявляю, что будет, мы к тому приложим все усилия, вот, и, конечно, всех приглашаю на программу всех новогодних мероприятий, она есть на нашем сайте, она будет в афишах, поэтому следите за афишей и обязательно приезжайте в гости. Спасибо огромное, Алиса Михайловна, ну, а я напоминаю, что в гостях у нас была директор музея-заповедника Горки Ленинский Алиса Бирюкова.